Добрый вечер на РБК региональные новости. Мы вещаем из-за Аталия Шаратон-Плаза в студии Маргариты Кафарова. 1 миллиард 200 миллионов рублей налоговых платежей направили РЖД в республиканский бюджет по итогам 9 месяцев текущего года. Об этом сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев в ходе встречи с главой региона Радим Хабировым. С января по сентябрь было отправлено 3 миллиона 300 тысяч пассажиров. При этом число людей, воспользовавшихся поездами дальнего следования, увеличилось на 119 процентов, электричками на 116 процентов. Пассажирооборот в пригородном сообщении достиг 147 миллионов пассажиров километров. Это новый исторический рекорд для республики. Такого роста удалось достичь благодаря появлению новых экспресс-поездов. С 1 декабря к нам в наш стаю ласточек приходит третий подвижной состав. И теперь у нас, когда мы будем отводить на техническое обслуживание, всегда будет ласточка под замену. Три ласточки – это хороший результат. За год мы добились этого. По пригородному комплексу и по пассажирскому комплексу мы подвели итоги. Это рост пассажирского движения на 17-18 процентов. Это только за 9 месяцев. Уверен на том, что в итоге года покажет такой же результат. На встрече также обсудили один из самых приоритетных для республики проектов строительства Уфимского железнодорожного кольца. Сейчас ведутся процедуры согласования. Реализация начнется в следующем году. Напомню ранее, стоимость строительства объектов железнодорожной инфраструктуры оценивалась в 19 миллиардов рублей. Объем экспорта Башкортостана за 7 месяцев в году увеличился на 28 процентов, до 2 миллиардов 650 миллионов долларов. Об этом сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона Маргарита Болочева. В структуре экспорта рост показали такие товары, как продукты и сельскохозяйственное сырье, продукции химической промышленности, каучук, текстиль и обувь. В топ-10 стран-контрагентов вошли Китай, Латвия, Казахстан, Нидерланды, Турция, Финляндия, Индия, Беларусь, Польша, Иран. Внешний торговый оборот увеличился на 31 процент и достиг 3 миллиардов долларов. 15 процентов его доли составил импорт. Средний размер автокредитов в Башкортостане за месяц сократился на 3 процента, до 963 тысяч рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Вместе с тем, по сравнению с февралем, показатель уменьшился на 13 процентов. Самое серьезное снижение среднего чека зафиксировано в Ставропольском крае на 10 процентов. В Оренбургской и Умской областях показатель уменьшился на 7 процентов. При этом в ряде регионов он, напротив, увеличился. В том числе в Тюменской области на 3,5 процента, в Пермском крае на 3 процента. Сработает программа льготного автокредитования «Государственная поддержка», которая распространится на автомобиле российской сборки стоимостью до 2 миллионов рублей. Что, естественно, тоже говорит о том, что пользователи, потребители будут выбирать автомобили более дешевые. В целом, по стране в сентябре средний размер выданных автокредитов составил более 1 миллиона рублей. Это на 4 процента меньше, чем в августе. По сравнению с прошлым годом, показатель снизился на 15 процентов. Мобилизованным из Башкортостана планируют выдавать сертификаты на отдых. Порядок их предоставления разработало Минземоимущество Республики. Меру поддержки ведут в рамках реализации утвержденного главой региона плана о помощи участникам спецоперации. Номинал сертификата не должен превышать 61 600 рублей. Сумма рассчитана из средней стоимости одного дня пребывания в республиканских санаториях в 4 тысячи рублей, а также продолжительность лечения в 14 дней. Для получения меры поддержки необходимо будет подать заявление в МФЦ. Заявки рассмотрит комиссия регионального Минздрава, ведомство будет вести реестр получателей и формировать очередность. В случаях исчерпания бюджетных лимитов, оформление сертификата могут перенести на следующий год. Воспользоваться им можно в течение года с момента получения. У меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на РБК.